Мы закончили изучение раздела «Люблю природу русскую. Весна». Как вы думаете, какие задачи стоят перед нами на уроке? Мы будем повторять и обобщать изученное, оценивать свои достижения. Верно. Какие произведения этого раздела вам запомнились? Назовите их авторов. Мы читали и обсуждали стихотворения Федора Ивановича Тютчева, Алексея Николаевича Плещеева, Александра Александровича Блока, Самуила Яковлевича Маршака о весне. В этом разделе мы познакомились и с произведениями Елены Благининой, Ивана Бунина, Эммы Машковской, о маме. О каких особенностях стихотворных произведений вы знаете? Стихотворение – небольшое художественное произведение, написанное ритмически организованными, обычно рифмованными строками. Поэты используют в стихотворениях различные художественные приемы, позволяющие более ярко и выразительно нарисовать картины природы или выразить свои чувства. В каком произведении? Автор пишет о весне, как о живом существе. Федор Иванович Тютчев в стихотворении «Зима недаром злится». Поэт противопоставляет злую ведьму, зиму и прекрасное дитя весну. А в другом стихотворении Тютчева «Весенние воды» весна посылает гонцов, чтобы сообщить о своем приходе. Каких еще гонцов присылает к нам весна? Ласточку. Ее прилету радуется поэт Алексей Плещеев, ведь ласточка – вестница весны. Называют ли писатели приметы весны в своих стихотворениях? Приведите примеры. Тает снег, бегут ручьи, Небо стало голубым и чистым. Звонко, тонко, журчат ручьи, Зачеркал воробей веселей на крыше, Жаворонки в небе уж подняли трезвон, Скоро засвищут соловьи. Травка зеленеет, Скоро лес оденется листвою, На вербах серебром светятся сережки. Молодцы! Мы изучали прием звукописи. Что вы запомнили об этом приеме? Звукопись – прием, когда с помощью сочетаний звуков в словах передают звуки окружающего мира. Приведите примеры использования поэтами звукописи. В стихотворении Федора Тютчева «Весенние воды» можно услышать плеск воды, «Движения» передают повторяющиеся слова «Весна», «Идет», «Гласят», «Звуки бегут и будет сонный брег», «Бегут и блещут и гласят», «Они гласят». Какое настроение вы назвали бы весенним? Я назвала бы весенним радостное, праздничное, приподнятое, светлое настроение. Таким настроением проникнуты все стихотворения о весне в этом разделе. Как вы думаете, почему в разделе стихотворений о весне размещены и произведения о маме? Мне кажется, что мама – самый любимый человек в жизни каждого ребенка. Мама, как весна, дарит нам тепло, радость, свет и любовь. Весной мы поздравляем маму с праздником, женским днем. Иван Бунин и Алексей Плещеев описывают в своих стихотворениях свои детские воспоминания о матери. Мама – человек, с которым никогда не бывает страшно. Она всегда успокоит, защитит, обнадежит. Какие еще произведения были размещены в разделе «Весна»? Загадки о весне, о весенних явлениях природы. Мы не только отгадывали эти загадки, но и придумывали свои. Например, я придумал такую загадку. Белый ковер исчезает, под ним зеленый вырастает. Это загадка о снеге и первой травке. Молодцы, ребята! Вы хорошо усвоили материал уроков.